здравствуйте уважаемые зрители моего канала по здоровью я хочу сегодня ответить на ваши вопросы то есть очередной выпуск ответа на вопросы распечатал как всегда определенные письма и буду сейчас вам говорить данный выпуск будет весьма полезным на разные темы но давайте по порядку и так здравствуйте благодарим за ответ уточните пожалуйста курс огневки макси и сморчков применять вместе или одно после другого и в каких пропорциях давайте так вот дорогие друзей а шире отвечу еще раз все те препараты натуральные грибные препараты на основе трав на основе огневки с травами и так далее и так далее все совместимо между собой но принимать надо это в промежутках по времени то есть например если грибные препараты за 10 20 30 минут до еды или через 30 40 50 то любые другие то есть травы огневку тоже и так далее можно принимать после еды через там 30 40 50 минут лишь бы друг с другом не соприкасалась то есть минут 10 между одним и другим препаратом и все или какие-то лекарственные препараты делайте паузу в 10-15 минут между ними все но пропорции всегда указаны под каждым товаром на нашем сайте надgar.ru то есть как принимать то или иное все далее госпожа ломоносова пишет юрий андреевич но в сыром желтке ведь сальмонелла слушайте во первых она там не обязательно должна быть во вторых не желтки а все-таки в белке потому что через корлупу грязную немытую бактерии сальмонелла проникают в основном у кур там ну и у других птиц понятно тоже хотя у перепелок нет потому что там температура выше и они погибают эти бактерии так вот поэтому я рекомендую если уж покупать то у проверенных производителей лучше био но про яйца у меня были видео вот ссылки будут в описании в двух словах скажу так ну варите тогда жарьте либо варите в этом случае конечно вы убьете сальмонеллу яйцо можно сварить но смятку то есть чтобы желток еще был таким полусырым тогда именно белок например вы кидываете ну или он сварился ладно уже сальмонелла погибла а желток потому как в нем многие витамины которые термообработки разрушаются пока желток не свернулся полностью то все витамины там еще живы все вот таким образом дмитрий хрюстов ну постоянный узнаю зритель юрина сейчас сделайте ролик о продукт на котором можно варить наиболее безопасной в этом плане наиболее вредные например грибы фасоль гречка и тогда ну давайте так значит пшено тут и так далее во первых у меня есть видео а что же тогда есть в нем как раз для людей которые придерживаются зошили не понимают еще пока но хотя то есть в чем тут суть я все это объяснила то многие люди думают что вот противоречия есть там и так далее один это одно один другое но я разумеется много видео снимал разных но в этом видео вот подробно вообще по всем продукт давайте кратко то что вы написали пшено конечно варить это понятное дело овес овес голозерный можно проращивать но его можно конечно и там проварить в принципе тоже так сказать лучше конечно сыропишь большая сохранность витаминов минералов будет гречку можно проращивать фасоль чечевицу только вареные грибы можно есть сырыми но если у вас нормально воспринимает кишечник потому что у всех разные состояния это дисбактериозные 7 и прочее да а так все видео а что же тогда есть далее мария мария подскажешь что делать если гемоглобин норма 144 а ферритин 20 как поднять именно ферритин причем это было под видео которое называется ферритин железно так вот именно так как я видео и рассказываю посмотрите это видео там сказано все подробно но кратко это синтезит актив конечно же и плюс в идеале моя кровь можно только синтезит но если два эти препарат ну в течение дня совмещать да опять-таки всегда разносите по времени например синтезит во время еды либо после приняли ну а моя кровь формула можно перед едой выпить прямо сразу перед едой никаких проблем можно минут за 20-30 можно после это не так принципиально вот в данном случае плюс я очень советую кажется спирулину и хлореллу совмещать ну таблетка по если в таблетках удобнее пить глоточек воды запил вот 10 20 таблеток просто прессованная спирулина водоросль это будет но гарантия что ферритин поднимется через какое-то время если у вас нет конечно таких паразитов кишечных как аскориды которые просто пьют кровь каждый день довольно таки много то есть учтите это вообще антипаразитарную программу я сто раз говорил надо проходить всем людям два раза в год обязательно вот эту полную программу которая включает себе в том числе экстраты трав но самое главное что там именно вещество хиномоноза добытое из гриба лисички которые есть очень мощное действующее вещество вот это самое полисахарид хиномоноза который растворяет даже оболочки яиц гельминта прерывает цикл развития паразитов ну вот и безвредно а более того это еще и гепатопротекторная программа которая укрепляет печень так что тут два в одном как минимум дорогие друзья я советую вам подписаться на мой канал в телеграме мало ли что будет с ютубом а там вы сможете смотреть мои видео которые я буду выпускать впоследствии если вдруг не будет ютуба сейчас этот канал дублер а под этим видео по ссылкам вы найдете и другие мои соц сети где можно найти те или иные мои видео выступления на разные темы смотрите ссылки под этим видео диана гарриф почему хочется постоянно кушать не наедаюсь а вы посмотрите просто мое видео под названием почему все время хочется есть у меня же есть практически любые ответы на любые вопросы не наедаюсь мясо не ем хлеб ем редко и то из цельного зерна ржаной а настойки с добавлением спирта тоже нельзя употреблять конечно нет конечно нет этиловый спирт это яд протополазматический яд это наркотик это универсальный жир растворитель это страшное генное оружие конечно нет и перечисляет какие тут не надо перечислять тоже канцерогены дело не в том что канцерогены я уже объяснил что это такое а вот еще она же пишет спасибо цены информации можно ли восстановить нарушенные гены как так ну и вот это вопрос более сложный отчасти информацию можно понимаете в основе не гены даже лежат ну как носители информации но некая голограмма матрица информационной то есть информация изначально но религиозные люди говорят начале было слово вот в этой теме я имею ввиду надо копаться наладив питание образ жизни убрав от себя максимальное количество вредных факторов воздействия да вы можете как бы дать возможность программе которая у каждого человека направлена на здоровье и эта программа с ним рождается что называется приходите в этот мир когда вы да и до самой смерти есть так вот чем больше факторов вредных действует на вас тем больше и проще быстрее нарушается эта программа ну и человек болеть начинает но можно и вспять эти процессы обратить ведь есть такие люди которые полностью излечились от многих даже неизлечимых заболеваний тут много факторов как это делается то есть лечение это процесс системный комплексный на эту тему я посвятил сотни своих видео ну так что да можно пишет она под видео генераторы водорода неопен да это как раз один из таких факторов который поможет очищению организма поможет антиоксидантной защите поможет восстановлению вот этой самой природной программе посмотрите вот это моё видео еще раз говорю рекомендую уже второй вот о каком приборе идет речь ссылка на него будет под этим видео алексей царь юрий андреевич а может ли быть связь дефицита витамина b12 и плохого состояния с наличием грибов и паразитов но разумеется и грибы и паразитом грибки имеются ввиду паразитические грибки микромицеты то есть дрожжевые плесневые тип аспергилиус там батритис серая плесень и так далее это имеется ввиду может быть то что дефицит b12 иммунитет ослабевает безусловно и наоборот при паразитах тех же сам но представьте вот например кишечные ленточные черви бычий цепень там свиной цепень там ну и так далее широкий лентец да там например но представьте свое поверхность тела и которая достигает иногда нескольких метров а они высасывают именно питательные вещества конечно или где запасается б12 печени да а там аписторхи например это плоские черви аписторхоз будет ли дефицит b12 при этом конечно шансы этого увеличивается во много-много раз это еще один повод и стимул естественно проходить антипаразитарную программу и животных своих обрабатывать кошек собак как обрабатывать не снаружи это понятно от экзопаразит а от эндопаразита внутренних это вот то есть гельминтоз антигельминтный можно химию применять но жалко все-таки кошек собак я бы рекомендовал как я делаю своим капсулу гриб лисичка в корм насыпаю значит два раза в день это делается по капсуле там часть порошка просыпается но часть естественно на гранула их можно водой спрыскать например спаливизатор там микро буквально разочек раз и порошком это все прилипает поверхности животное ест и в общем то вот проходит антипаразитарную чистку да то есть это вот я советую причем ну вообще тема отдельное лечение домашних животных то что вот грибные препараты наш лечебный уникальный корм для кошек собак вот делает буквально чудеса то есть там надо вообще про это отдельное видео сделать хотя было очень много но найдете если будет интересно в ютубе а вообще мне пишут о очень интересных излечениях от неизлечимых болезней где ветеринар уже послали умирать домой вот люди излечивались полностью ну ладно бешеный самурай пишет я сам сыроед серьезным стажем и у меня были проблемы с b12 и витамином d я спортсмен рассказываю что опытным путем добавлением яиц и зелени в рацион все проблемы по анализам исчезли то есть b12 и d3 в норму пришли действительно я говорил желток яичный содержит и b12 и витамин d3 и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты да и пк и дгк самые главные то есть вот эти незаменимые они а лк из которых все-таки синтезируется к шпк дгк но не у всех это зависит тоже от работы кишечника вот кстати тоже нюанс да все один к одному но этот простой способ 23 желтка в день и норма должна прийти но бывает так что у людей дефицит очень большой того же b12 и в норму он не приходит к тому же значит есть какое-то потребление большое этого b12 например паразиты тяжели потери крови язвы там или там паразиты высасывают непосредственно кровь как аскориды либо кишечные такие которые нашу пищу едят или даже острицы простые которые у детей у многих бывают которые прям едят часть нашей пищи да опять ки в кишечнике вот пожалуйста это все конечно возможные причины а так да если нет этого а если человек веган сыроед у этих людей часто дефицит b12 до 3 вообще у всех сейчас людей дефицит то есть не всем людям получится далеко вернуть d3 в норму это сейчас очень причем что такое норма по d3 дорогие друзья сразу скажу это не нижняя граница той официальной нормы это верхняя граница и d3 точно вот я говорю так посмотрите вот это видео и про вот это масло четыре в одном носитель d3 получено из лишайников то есть веганский вариант d3 где есть эпика и dgk это уникальный натуральный препарат там же еще витамин k2 очень редкий дефицитный посмотрите ну да вот интересно правильно пишет человек людмила стемпел а почему именно в овощах произошедших из америки столько много лектинов ну почему это трудно сказать но дело не в этом лектины есть и в наших разных продуктах просто лектинов очень много и те к которым исторически мы не приспособлены то есть наша ферментная база организма да вот они наиболее вредны для нас для то есть европейских народов которые всего лишь исторически столкнулись 100 200 там 300 лет с этими продуктами вот самая большая проблема здесь прошу например огурцах тоже есть лектины но огурцы особенно в семенах есть но они только из индии если официально вот говорить в 13 веке даже чуть раньше в россию попали вот за эти 700 800 лет полная адаптация произошла и тут уже от лектинов данных проблем нет от тех лектинов с продуктами которые из латинской америки пришли вот тут проблемы да поэтому ну про это я рассказывал подробно и про посленовые про томаты там видео было и прочее вера к ваша программа против паразитов имеет противопоказания напишите пожалуйста спасибо ну и так далее вы знаете а только общая непереносимость индивидуальная на комбинацию тех или иных ну препаратов которые входят в программу это бывает всегда редко у кого но бывает поэтому под набором набор антипаразитарный есть описание и там внизу сказано у тех у кого какие-то неприятные реакции например возникают что в этом случае делать из прекратить прием нормализуется состояние и потом не до еды а после уже еды принимать основные три грибных препарата вводя их по одному в два дня чтобы посмотреть на какой следующий будет реакции но поскольку изначально программа до еды а часто бывает реакция на голодный желудок на некоторые компоненты то если перенести грибные препараты прием после еды как правило никогда уже проблем этих нет это эти реакции какие-то но могут быть у одного из тысяч они бывают очень редко алекса поланку кто нибудь подскажите пожалуйста я пропустила не было ли обзора анализа по сахару дорогие друзья вот еще раз не будьте такими невнимательными или скажем так не знающими людьми поймите как в ютубе надо вот у меня очень много разных видео вы просто берете в ютубе где смотрите набирайте словосочетание фролов пробел сахар куча видео выскочит разных близких к этой теме и прямых по сахару фролов пробел печень фролов пробел гипертония там сразу несколько видео до фролов пробел цинк или фролов пробел крапива сныть понятно да вот ищите сначала и потом уже если нет тогда пишите инна ландская спасибо особенно за способы хранения и рецепт кваса можно обзор сныть и вот видите мы с настолько люди невнимательные лезя не умеют пользоваться или лень ютубом но наберите и все вы сразу найдете что есть такая моя лекция уже выходила будьте корректны азиль малобекова извините но в россии сложно найти натуральные продукты получаем через бады витамины ну да будьте только осторожно знаете через какие бады про бады кстати у меня было видео интересно и вот что я в этой связи хочу сказать что найти несложно кто ищет тот всегда найдет или поверх можно самому выращивать и заготавливать на зиму можно купить там где вы уверены что они натуральные какие-то продукты ну например вот мы продаем только биорганик натуральные у нас овощи круглый год есть и фрукты по сезону там естественно сезонные и прочее и прочее так что посмотрите у нас и бады все эти лучшие натуральные есть та же спирулина хлорелла фокус и прочее так что несложно елена копылова спасибо за ценную информацию скажите где взять настой топинамбура так но это видео про дуванчики а так вот сироп топинамбура концентрация 70 процентная это я там объяснял как можно цветочки заливать сиропом и по чуть-чуть как условно как варенье там по маленьким по чайной ложечке буквально чтобы сахара много не было хоть там натуральная фруктоза но тем не менее у нас на нашем сайте nadgar.ru вы можете взять топинамбур любой разный у нас его много концентратор и можно его чем-то заменить если его нет ну во первых он есть я говорю просто при во первых дорогие друзья вот еще раз вот любой лектор о чем-то блогер неважно говорит видео вот все о чем он говорит как правило всегда это общий закон правило есть под видео которое вы смотрите с посылкам дано понимаете ксения е икс юрий андреевич а вы кушаете желток да да вы считаете что необходим нет нет не то что необходим ну желательно самый простой способ получить редкие ценные компоненты в питании да а детям да тоже можно единственное я говорю здесь очень важный вопрос и этические кто веган например у нас куры свои мы их не убиваем и никогда не убьем умрут своей смертью когда у составится придется и годы кормить просто это огромные к штаты поэтому яйца у нас очень дорогие в том числе хотя у нас они по другой еще причине что там уникальные биокорма мы для них используем прочее прочее кстати у меня было видео про яйца почему они у нас такие дорогие для тех кто не понимает и разницу вообще не видят так вот вот можете наши братья кстати любой город страны отсылаем нормально они же и в тепле хранятся вполне мы вот эту пленку не снимаем бактериальную естественную которые так сказать и они очень натуральные яйца хорошие долго хранятся людмила ранечева как приобрести водородную воду вот вы представляете это под видео о водородной воде ну или там где я ссылался на эти мои видео про водородную воду всегда под видео где речь заходит о чем-то есть внизу ссылки нажимаете слово под youtube под роликом еще открываются ссылки и там среди них есть то о чем речь идет в ролике данном случае речь идет про наш уникальный генератор водорода и свободных электронов nail pen вот это видео последнее подать выхода моем канале о этом приборе обязательно посмотрите а вот протест какой-то алимдюл джк круто какого хрена людей внушать людей внушать главное вообще по-русски не пишет нормально мой муж за свои 65 лет никогда в жизни кофе не пил а это под видео значит о кофе о вреде кофе где я пояснял что там есть акриламид который образуется при жарке зерен кофе который является канцерогеном приводит в том числе к раку и вот пишет эта дамочка без мозгов но у него рак лимфы четвертой стадии давайте так если я там говорил что это единственная причина рака а других причин нет я выплачу вам клянусь жизнью своих детей своей жизни жизни жены да то я выплачу вам миллион нет 10 миллионов рублей вот заявляю публично на огромную аудиторию давайте то а если я этого не говорил то вы мерзавка просто мерзавка который лишь бы что взболтнуть тоже мозгов нет никогда я такого не гол я не дебил причин рака много и у меня есть видео о причинах рака и в десятках видео про рак у меня говорится каковы причины и так далее так что кофе это одна из причин одна из причин их много это дополнительный фактор дополнительный может ваш муж курил мясо ел может ваш муж наглотался тяжелых металлов ради нуклидов через воду еду и так далее может вы проживаете в котловине где-нибудь в челябинске где тяжелая промышленность различные загрязняющий воздух может ваши окна дома может вы в живете выходит на шоссе как москве варшавская каширская где вот черная сажа такая на окнах только это не сажа от труб дыма так сказать дровяного это было прекрасно это тяжелые металлы из машин идут в свинец и прочее а может вы любитель при всем при этом еще сотового телефона по часу в день вот так говорить в ухо прислоняя еще рассказать о причинах говорил я уже своих видео какие же есть люди идиоты дальше павел русо великолепно как раз задавался вопросом что шпинат не полезен под видео о шпинате для почек как говорил доктор берк хорошо что все вы разъяснили как всегда видео шедевр благодарю я вас благодарю что понравилось это видео важное где действительно пояснил что вот правы те кто говорят о шпинате ревени щавели из-за щавелевой кислоты что это образуют камни в почках к салат и вот эти прочее но поймите это только когда люди это едят варят то есть щавелевый суп то есть вареный тогда кристаллизация происходит об этом норма нокер писал еще сто лет назад вы понимаете вот посмотрите это видео поймете что вареные жареные огромные разницы а еще посмотрите мое видео про минералы в органической и неорганической форме в чем разница и так далее вот это далее анна давыдова совершенно верно моей маме 96 лет она всю жизнь ела мало и долго разжевала еду очень долго но это я видимо в каком-то видео говорил что очень важно долго разжевывать пищу тем более у нас в ротовой полости слюна амилаза птиолин есть такой фермент который начинает расщеплять углеводистую пищу помогает сказать дальнейшем поджелудочной железе чтобы она уже не так много вырабатывала фермента амилазы расщепляющие углеводы причин долголетия много у меня на эти темы были видео что касается того что ела мало это абсолютно это и федор григорьевич углов великий русский хирург академик говорилось сам ел мало и выходил из стола голодным мог бы съесть еще столько же очень важно здесь и другой аспект не есть вечером во многих моих видео были вот нюансы об этом ну тем не менее но это одни из факторов ну понятно что мама не пила не курила наверное вот это который 96 лет ясно и прочие прочие факторы но это очень важно о чем написала анна бобур шахзодов меньше знаешь лучше аппетит а значит и здоровье ну а бобур шахзодов написал ахинею обычно такое пишут просто быдло меньше знаешь лучше аппетит а значит и здоровье нет аппетит хороший это не значит что здоровья. Вот жирные поросята вот такие, они имеют очень хороший аппетит, а здоровье у них почему-то не очень. Но что меня взбесило, почему я его таковым назвал? А он свой рецепт здоровья предлагает. Это вот как тот самый Шариков, который судил о вопросах вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью. 100 грамм водки, шмат сала с чесноком и щавелем. Под видео о щавеле. Чего еще надо русскому человеку? Всем здоровья и водки. Водки – быдлу. Водка – это генное оружие, как любой алкоголь. От пива, шампанского до самого дорогого элитного вина за 10 тысяч долларов за бутылку. Это поганое пойло, потому что в этом пойле есть вещество под названием этиловый спирт или алкоголь. Вот этот этиловый спирт разрушает головной мозг в любом количестве. Более 6 грамм уже попадая в организм. Поэтому даже кефир, который родители глупые дают детям, приводит к алкоголизации в дальнейшем более быстрый, чем была бы, если человек начнет пить ребенок, ну уже подростком и так далее, и сопьется быстрее, чем если бы он кефир не пил. А пить вообще нельзя. Ни грамма алкоголя в жизни. Этой мерзости во рту быть не должно. Кто пьет, тот иуда. Предатель. Подонок. Который вносит свою лепту в дело разрушения общества, нации, детей, будущих поколений. Потому что алкоголь – это генное оружие. И пока общество, нация не распознает алкоголь как генное оружие, оно обречено на вымирание. Полное угасание этноса, причем по оценкам ВОЗ безвозвратное, начинается после 8 литров на душу населения. У нас гораздо выше. Поэтому вот те самые заброшенные, уничтоженные деревни, вымершие, последние алкаши, которые доживают в среднем возрасте и так далее – это все причины того, что общество когда-то приняло алкоголь и с послевоенных лет начало употреблять в большей степени, а потом враги народа, начиная с Хрущева, в план внедрили производство ликероводочных изделий, так сказать, в план, где уже основа, постулат экономический был за прибыль, а не за снижение себестоимости, как при Сталине, продукции, значит, обеспечение всего возрастающих и, так сказать, потребностей общего благосостояния всех членов общества, да, где главной составляющей было и духовное, и нравственное, и физическое и прочее развитие человека и личности. Так вот, при уже Хрущеве и Дале гонка за прибыль, как в любом капиталистическом обществе, хотя еще тогда СССР номинально числился социалистическим государством, хотя уже коммунизма никакого не было. С 61-го года мы планомерно шли к капитализму. И вот прибыль, и деньги не пахнут, и так далее, и уничтожение народа через генное страшнейшее оружие алкоголь пошло. А кто не понимает, тот дебил. Просто дебил, понимаете, клинически. В этом смысле я рекомендую вам посмотреть лучшую на эту тему лекцию, которая, если не проймет человека, это уже не человек. Просто тест. Вот я прям заявляю. Да, он уже без души. Все. Он не способен ничего не понимать, не чувствовать. Это лекция Жданова Владимира Георгиевича, которая вышла в 2004 году под названием «Алкогольный наркотический террор против Святой Руси». Вот такое название. У него 4 часа идет лекция, или 4,5. Это лучшая его лекция. И она оказывает на людей, именно она, самый потрясающий результат. Посмотрите, если хоть капля души, совести, нравственности осталась, и, может быть, поймете, хотя не уверен. Про сало, которое свисало, можете посмотреть мое вот это видео. Сало ему. Но про водку это просто полный вперед. Просто вперед. И уж скажу, что про алкоголь и у меня были видео разные, интересные. Елена Карпова. Насчет белка. Юрий Андреевич, прокомментируйте, пожалуйста, мои мысли. Белок – основа всех организмов. Ну, едят белок далеко не все. Ну, правильно. Животные в основном едят растительную пищу. Ну, даже млекопитающие, многие животные, правильно. И даже невысокобелковую. Ну, разумеется, даже траву, ну, там, конечно, свой, вот если мы жвачный берем, там рубец, там многокамерный желудок, то есть там бактерии много, они перерабатывают, скажут вам, ну, все это. А некоторые даже придумают, они вот с травой едят насекомых, поэтому белок, конечно, белок из-за бактерий, они синтезируют. Но никто не страдает от нехватки именно белка. В воздухе содержится 70% азота. Зачем? Ну, это уж другой вопрос. Не для того ли, чтобы ни у одного животного, дышащего существа, не мог возникнуть недостаток этого важного элемента. Вы знаете, и женщина тут права. Я когда-то объяснял три причины, как белок попадает в организм, либо синтезируется в нем. Синтезируется он из аминокислот. То есть с пищей мы можем получать аминокислоты. Это протобелки, мономеры полимерных белковых цепей. В любой растительной пище есть разные аминокислоты. А есть такая еда, где есть все незаменимые 8 из 8 аминокислот, даже в растительной пище. Но есть где-то 6 из 8 незаменимых, где-то 5 там. И комбинации, пожалуйста, дадут вам, что проблем не будет. Это первый путь получения белка непосредственно с едой. Второй путь – это синтез из растительной клетчатки нашей кишечной симбиотической микрофлоры, у кого нет дисбактериозов, сибра и так далее. А третья причина – это фиксация свободного азота, совершенно правильно, из воздуха. И у нас есть, оказывается, в кишечнике тоже азотофиксирующие бактерии. Другой вопрос, что у некоторых людей такой состояние кишечника, что этот вариант просто не работает. А так это существует, это учеными известно абсолютно. А проблемы с истощением как раз бывают у тех людей, которые имеют проблемы с легкими. Нет, с кишечником. В легких никаких бактерий этих нет. Нет, это глупости. В кишечнике. Напрашивается вывод. Источником белка, то есть азот, как и кислород, как и углекислый газ и другие газы в воздухе, с дыханием, через легкие, через альвеолы их, в капилляры крови, а далее в русло кровяное попадают газы и азот тоже, и разносится, в том числе к кишечнику. Вот там как раз он и фиксируется. Этими азотофиксирующими бактериями. Это как наподобие у растений, вот у крапивы и других, у бобовых, есть азотофиксирующие клубеньковые бактерии. У нас тоже есть, но другие. Но они тоже фиксируют азот. Это известно. Усваивается он либо непосредственно клетками легких, это глупость, либо легочной микрофлорой. Глупость. Усваивается в смысле, ну, диффузия происходит, газообмен между альвеолами легких и капиллярами кровеносной системы, которые к легким подходят. Вот и все. Это надо разбираться. Ну, вот я разбираюсь, я вам это сказал. Давно про это я говорил. У меня было видео там с конгресса про наедов, но я там теоретические нюансы кое-какие рассказал, то есть что в теории как бы может быть абсолютно. Да, ну вот я и это тоже там рассказывал. Хоть ученые это опровергают, не все далеко. Серьезные ученые, кто разбирается в этой теме, не опровергают. И такие, как там Академик Уголев и прочие азотофиксирующие бактерии известны давно. И то, что есть у человека тоже, это не секрет. Олег Варламов дальше. Это смешно прям. Он так, ну не то, что в укор, ну разве клетки делятся? Это я где-то сказал, что делятся клетки там и так. Так, а не множатся? Вот у меня так подкалывает с точки зрения, видимо, типа философии, либо лингвистики, либо там уж не знаю. Но я вам пишу, делятся пополам клетки, потому и множатся. Вот так. Олег мне это пишет. Рыбников Юрий Степанович в своих лекциях говорил о том, что в природе ничего не делится. Но это просто болтология. Делится. Вы изучали биологию, хотя бы со школьной скамьи? Вы помните там интерфазу, метафазу и прочие фазы? Деление клеток. Деление клеток называется. Вы помните, там было такое веретено, деление образуется. Давайте поэтому хернёй не заниматься извините, по-другому сказать не буду, словоблудим разным. Делятся клетки. Как раз и множатся поэтому. Из одной образовалось две. Их стало больше, они множатся. Но как? За счёт деления. Есть деление клеток, даже мы учили, митос и миоз, бесполое митос и миоз. Половое деление клеток. Деление из одной две образуется. Они множатся в результате деления на две части, на две клетки из одной. Идём дальше. Здравствуйте, Юрий Андрич. Ранее заказывали у вас спирулину, хлорелу в таблетках, а также сморчок в таблетках и огнёвку Макси раствор. Сейчас заказываем энтеросгель сорбент. Ну, сорбент гель. Уникальная вещь. Посмотрите вот это видео с моей коллегой, врачом одной, да, женщиной. Производство в Наукограде, в Академгородке в Новосибирске находится. Вот посмотрите это видео. Очень просим написать совместный или раздельный способ применения их препаратов, очерёдность и диагноз. Знаешь, не важно, какие диагнозы принимаются всегда, но ведь в видео рассказывается, как это принимается. Ведь про сорбент было сказано, было в том видео. Как? Утром встали, приняли. За час, два, лучше там, больше даже, до еды первой. А второй раз перед сном, на ночь прям приняли, и всё. Вот как принимается гель сорбент. А остальное под каждым товаром у нас на сайте. Какой алгоритм? Я вам дам сейчас алгоритм. Заходите на огнёвку такую-то, на такую-то препарат, там, например, вот сморчок, для зрения, грибной препарат, и смотрите там, как это принимается. Потом просто по времени, минут на десять, друг от друга это разносите, и всё, проблем нет. Далее. Лаура Фатима Музафара. Ни за что не поверю, что без воды человек не проживёт без всяких знаков препинания, с ошибками прочими. Ни за что не поверю, без воды человек не проживёт втайне пьёт, бесточит, столько, сколько хочет, не люблю ложь. Чушь собачьего пишите, объяснил. Это вы пока жрёте сосиски с пельменями, разумеется, вы умрёте без воды, тем более, если вы едите хлеб, или любые дегидрированные, лишённые воды, продукты, высушенные. Тогда вы умрёте без воды постепенно. А человек, который на полном фрукторианстве, который ест только сочные фрукты или овощи, в которых от 70 до 90% воды, то этот человек спокойно может жить без воды, потому что если он ест, скажем, килограмма 3 в день, то 2 литра воды он пьёт. Поняли? Нет. Не поверит она. Да верить не надо. Надо просто думать. Но многие люди думать не могут. И вы, и запомните, что не все такие, как вы. Вот при вашем питании этого не может быть. Это правда. А при другом питании может. Только вы этого не ощущаете, не знаете, даже думать не можете на эту тему. Вопрос по товару дрожжи неактивные пищевые. Здравствуйте. А можно ли их есть во время антипаразитарной программы? Ну, а почему нет? Ещё раз. Во время антипаразитарной программы есть можно, что хотите вообще. На выгонку паразитов из организма питание при прохождении антипаразитарной программы не влияет вообще никак. Можно. И вообще дрожжи неактивные пивные тоже, кстати, B12 содержат. Хороший вариант, который дезактивированный. Но главное сырьё, на которых они росли. И имейте в виду, чтобы это были вот эти нетермофильные дрожжи. Короче говоря, у нас именно такие безвредные в нашем магазине есть. Вот можете посмотреть, вот они. Действительно, эти дрожжи можно применять. Мы их, кстати, применяем в том числе для кур, как даём, как дополнительный компонент витаминный. Мы их применяем для разведения дафни, такие микрорачки в аквариумистике, да, и так далее. Так что этот продукт очень питательный. На ней может быть вся экосистема озера, вот на дрожжах, по сути. То есть это действительно уникальный хороший продукт. Вот эта культура, кстати, дрожжей выращена на тростнике. Так что проблем тут нет. Ахмед Хусенов пишет. Интересно. Я тоже когда-то ел всё подряд. Полезного много, особенно фрукты. Но болел и посещал больницу. А примерно в неделю раз болела голова. Был физически сильным, активным. Но реальное здоровье почувствовал, начал правильно питаться. А не просто полезного много ел. Теперь не болею. И голова уже не болит около пяти лет. Здоровьем заниматься начал с Неумывакина. И остановился на Юрия Андреевича Фролове. Фролова я принял сразу с первых лекций. И больше на стороне по здоровью не интересуюсь даже. Добро от него и его профессионализм невозможно было пройти мимо. Ну, от профессионализма. Я безмерно благодарен ему и прошу Аллаха вознаграждения ему за такой вклад жизни на земле. Что хочу сказать? Конечно, я очень рад и благодарю вас за такой приятный, но, конечно, и душевный отзыв. Тем более, что такие отзывы, конечно, стимулируют к дальнейшей работе и к труду. Ну, а на сегодня, пожалуй, достаточно. Я рад буду слышать ваши отзывы и вопросы по существу. Пишите свои вопросы под это видео. Пересылайте ссылку на это видео своим друзьям, знакомым, близким. Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписался. Ставьте лайк, если вам видео данное понравилось. Ну и вот, собственно, ждите новых видео тогда. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok